Европа становится ближе. Цивилизация приблизилась к нам с неожиданной стороны. На Приморском бульваре появились инновационные подземные мусорные контейнеры. Снаружи они выглядят как обычные урны, а вот внизу не только основная емкость для отходов, но и главное, по утверждению чиновников, это преимущество одесского проекта перед иностранными. Подробности знает Юлиан Аксенов. Инновации ЖКХ добрались и до Приморского бульвара. Здесь сразу в нескольких местах установили вот такие подземные мусорные баки. В мэрии говорят, что позаимствовали идею в Германии. Вот только в отличие от немецких контейнеров, одесские меньше их объем 1100 литров и опорожняются они вручную с помощью гидропривода. Именно его чиновники называют главным преимуществом этого проекта. Оказалось, что не все в восторге от такой инновации. Резко против нее историки и краеведы. Они говорят, что место для размещения контейнеров выбрано неверно. Приморский это не просто знаковое для Одессы место, но и памятник археологии. И скорее всего при проведении работ могли нарушить культурный слой. Это охранное место. Для того, чтобы проводить какие-либо работы, даже ремонтные, какие-то строительные работы, какие-то раскопки. Для этого необходимо получить прежде всего разрешение. Вообще в Киеве выдается специальное разрешение, но теоретически можно было бы в обувь госадминистрации, в профильном управлении, в департаменте культуры. Получить разрешение на работу, но такие работы должны предварительно сопровождаться археологическими изысканиями. Кровед говорит, что все археологическое исследование Приморского бульвара ограничилось лишь находкой нескольких артефактов, которые поместили под стеклянный купол. Больше исследовательских работ не проводилось. Чтобы копать, прежде всего это должно работать под назором археологов, и археологи должны убедиться, что нет культурного слоя, что ничего не будет повреждено, а все, что можно было бы изъять из того места, из того культурного слоя, где проводится работа, оно должно изъяться в музее. Этого не было. Наша мэрия, они постоянно работают с нарушением закона. Тем не менее, в мэрии доводы специалистов не слышат. Вместо этого рассказывают, что проект городу ничего не стоил. Деньги дал инвестор, кроме центра. А такие контейнеры должны появиться во всех районах Одессы. Однако о полной замене стандартных контейнеров на новые речи не идёт.